В правительстве области сегодня обсудили вопросы улучшения инвестиционного климата. Участие в совещании принял руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в Северо-Западном федеральном округе Арзум Арзуманян. Чего мы хотим достичь и как необходимо действовать? Именно на эти два вопроса отвечает новая система улучшения инвестиционного климата во всей стране. Агентство стратегических инициатив разработало 12 целевых моделей, которые затрагивают все аспекты инвестиционной деятельности. В начале декабря на заседании Госсовета президент поручил внедрить этот подход во всех регионах. Предстоит огромная работа, вот не скрою просто, она будет заключаться в налаживании коммуникации непосредственно с малым бизнесом. С бизнесом, безусловно, нам эту работу надо будет осветить и вовлечь наших коллег из муниципальных районов. Благоприятный инвестиционный климат напрямую зависит от качества многих государственных процедур. Получение разрешений на строительство, скорости регистрации предприятия, доступности подключения к инженерным сетям. Все эти направления входят в состав целевых моделей. Они служат неким ориентиром в развитии регионов и представляют собой определенные показатели, выявленные в ходе национального рейтинга. 12 моделей это экспертный инструмент, то есть там принимают участие эксперты, как со стороны деловых объединений. Это большая четверка местное деловое объединение, а также институт бизнеса омбудсменов, входящие в состав экспертной группы ОСИ на местах. Так и профессионалы в составе монополии и органов власти, которые, собственно, входят в состав рабочей группы. Это вот те, которые как раз разрабатывают дорожную карту по достижению показателей. В нынешнем году в области в рамках проектного управления будут внедряться целевые модели по 12 направлениям. От подключения к теплосетям до поддержки малого бизнеса, что особенно важно для региона. Все прекрасно знают, буквально свежие данные Росстата подтверждают о серьезных вливаниях в экономику. Сегодня темпы роста индекса промышленного производства первые по темпам на северо-западе. И это об этом говорит, что политика с крупным и средним бизнесом у нас выстроена. Не хватает сегодня дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса. Вероника Минина отметила, что в области уже определены руководители 12 рабочих групп. Добавим, что разработанные регионом по каждому направлению дорожные карты разместят на электронной площадке регион АйДи, где в режиме реального времени они будут открыты для мониторинга федеральными органами исполнительной власти, экспертами и агентством стратегических инициатив. Юлия Терегина, Сергей Корнев. Новости Новгородское областное телевидение.